Продолжение следует... 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 Однако выясняется, их носитель проблем с законом не имел. В картотеке его данных нет. Значит, новичок. Середина 70-х. Рассвет советской милиции. У генерала Щелокова, конечно, были большие ошибки и даже преступления. Но именно он поднял звание милиционера на огромную высоту. В системе МВД появились научные институты и даже академии. Важное значение уделяется экспертизе. На помощь следователю сегодня приходит совершенная техника, оборудование. Одних только видов экспертиз можно насчитать великое множество. Техническое, трассологическое, баллистическое, медицинское. Именно эксперты сыграли важную роль в нашей истории. Например, внимательно изучили одометр инкассаторской машины. Одометр. С его помощью измеряют пройденный автомашинный путь. Сегодня на рынке подержанных машин каждая вторая со скрученным пробегом. Другое дело советские времена. За подобные могли не только привлечь к ответственности, но и банально набить морду. В моем дворе жил ушлый сосед. Однажды он решил продать свою старую копейку. Нашел покупателя, интеллигентного старичка и скрутил показания одометра. Но обман вскрылся. Старичок не стал обращаться в милицию. За него вступился сынок, громила боксер. Поговаривали с соседу, от души намяли бока. Именно одометр помог вычислить расстояние, которое проехала инкассаторская «Волга» в тот день. Прибор показывал 50 километров. Но длина инкассаторского пути оказалась вдвое меньше. Выходит, водитель Карпов, а скорее человек, выдававший себя за него, отклонился от маршрута и заезжал еще куда-то. Уцелевший инкассатор вспоминает важную деталь. Указательный палец на левой руке шофера был замотан носовым платком. Вот она, особая примета. А вскоре был задержан первый подозреваемый. На огромной скорости легковушка проскочила мимо милицейского поста. Водитель проигнорировал требования сотрудника ГАИ остановиться. Сокол, сокол, я город один, я город один. Примите меры для немедленного задержания преступника. После предупредительных выстрелов шофер затормозил. Документов у водителя не оказалось. А сам он уверял, мол, не заметил инспектора. Готов заплатить штраф в тройном размере. Нервничает. А почему? Милиционер обращает внимание. Палец перевязан на левой руке. Неужели убийца? Подозрительного водителя доставляют в управление. И выясняется, да это же находящийся во всесоюзном розыске рецидивист Сомов. По кличке Сом. Личность примечательная. На языке блатных Сом был шнифер. То есть вскрывал сейфы. Последним его криминальным шедевром был выпотрошенный сейф в райкоме КПСС. С немаленькими партийными взносами. И французским коньячком. Неужели Сомов решился на мокрое дело? Нет, нет и нет. Я не убивал. Врет. Но спасшийся инкассатор не узнает Сомова. За рулем Волги был другой человек. Сыщики вновь топтались на месте. Многие сомневались в успехе. Но не генерал-кавальерис. И очень скоро чутье не подвело заместителя министра. Новой зацепкой в этом уголовном деле стала колбаса. Советский гастроном. Смесь роскоши и бедности. На головах продавщиц красовались белые чепчики. А развесной товар заворачивали в жуткую упаковочную бумагу серого цвета. А еще помните? Взвешивали и писали цену на краешки бумаги. Обязательно карандашом. Потом в кассу. Там, как правило, толстая тетка пробивала чек. В 70-е витрины уже начинают пустеть. Поэтому знакомство с торговыми работниками становится полезным. Именно гастроном стал новой зацепкой в расследовании. Уцелевший инкассатор вспомнил, как водитель Волги в пути кивнул в сторону витрины одного продуктового магазина и похвастался. Да я могу любой дефицит достать. Один звонок моей ненаглядной. Ненаглядной? А кто она? Это Янис Иванчик, в 74-м молодой оперативник. Ему поручили попытаться выйти на подругу подозрительного шофера. Лейтенант деликатно опросил всех продавщиц. Никто не знаком с одним парнем. Приметы такие-то. Мол, попал под машину, лежит без сознания в реанимации. И одна из продавщиц раскололась. Да это же мой Коля. Что с ним? Она сказала, да, знаю такого. И дала мне ее фотокарточку. Девушка назвала имя ухажера. Николай Красовский. Это было двойной удачей. Ну как, Красовский по фамилии, да? Красовский? Николай его звать, да? Да. Вынимайте нам обрисовать, как он выглядит. Ставьте лучше, я вам дам фотографии. У вас есть фотографии? Да, есть. Дайте, пожалуйста, нам посмотреть. Но кто он? Николай Красовский. Установили его данные. 30 лет женат. Ого! А любовницу завел. Бывший водитель такси. Уволен за многочисленные нарушения. Он и оббирал пианок при такси, когда водителем был. Очень был такой издержанный. В 70-е афишировать жестокие преступления не принято. Мол, спите, граждане, спокойно. Моя милиция меня бережет. Но сыщики принимают беспрецедентное для того времени решение. Подключить к поискам убийцы весь город. На это потребовалось разрешение высшего партийного руководства республики. И вот вся Рига оклеена ориентировками на Николая Красовского. На этой фотокарточке был одет в такую очень оригинальную кожаную куртку. То мы сразу просчитали, что если мы эту фотокарточку покажем по телевидению, то первое, что он будет делать, это избавиться от этой куртки. Фотографии Красовского снабдили все магазины одежды. А продавцы получили четкие инструкции. Если появится вот такой молодой человек под каким-то предлогом выйти в подсобное помещение, и оттуда по 0-2 позвонить, и после этого очень долго и медленно и вежливо обслуживать этого покупателя, чтобы мы успели приехать и его задержать. Расчет сыщиков оправдался, но с одним но. В магазин вошел хорошо одетый и молодой человек. Модные туфли и дорогая кожаная куртка. Красовский? Однозначно он. Девушка успела шепнуть напарнице, вызывай милицию, а я его задержу. Работница как могла тянула время и долго показывала покупателю товар. Красовский почуял неладное. Что за супервежливое обслуживание в обычном магазине? Милиционерам не хватило каких-то двух минут, чтобы задержать особо опасного преступника. А вскоре в деле происходит неожиданный поворот. Роковая ошибка грабителя. И он откусил нападавшим палец. И молниеносное задержание. Куда убийца спрятал деньги? И почему не успел потратить? Три дня в Риге. Драматическая история самого громкого ограбления в советской Латвии. 1974 год. Латвийская ССР. Город Рига. На улицах дежурили усиленные наряды. Особое внимание обращали на мужчин, одетых в кожаные куртки. У подозрительных граждан проверяли документы. А город был полностью перекрыт. Однако задержать убийцу по-прежнему не удавалось. Но вскоре в дело вмешался случай. Паспорт. В СССР паспорта были бессрочными. И не подлежали замене. В 45 и 25 лет гражданам лишь предлагалось вклеить новую фотографию. И пользуйся дальше. Хорошей традицией становится в нашей стране торжественное вручение первых паспортов. Эти юноши и девушки собрались в столичном клубе имени Горького. Помню, мой дядя, партор крупного завода, не очень расстроился, когда потерял паспорт. Куда большей трагедией для него была бы потеря партбилета. За такое запросто могли исключить из рядов КПСС. Тогда даже шутили. На международном фестивале фильмов ужасов Гран-при получила советская лента «Потеря партбилета». А новый паспорт дядя получил без проблем. Серпастый и молоткастый сыграл свою роль в нашей истории. При осмотре инкассаторской «Волги» сыщики неожиданно для себя обнаружили паспорт на имя некого Владимира Мезиса. А кто он такой? Из Республиканского информационного центра приходит телетайп. В МВД Латвийской ССР. Срочно, секретно. На ваш запрос сообщаем. Гражданин Мезис, 23 года. Ранее судим за драку. Приговорен к трём годам лишения свободы. Условно. Мезис, Мезис. Что-то знакомая фамилия. Оперативник Янис Иванчик неожиданно вспоминает. Да я же сталкивался с этим типом. Полгода назад ещё на старом месте работы. Проходил регистрацию по администрационному надзору. Именно этот, Володя Мезис. Молодого оперативника отправляют на задержание. Лейтенант Иванчик поднимается на третий этаж. Звонит в квартиру. Неужели никого? Но нет, кто-то идёт. Дверь с грохотом распахивается. И вот он, Владимир Мезис, собственной персоной. В руках большой столовый нож. Но оперативник не потерял самообладание. Я говорю, ты что, Володя? Он говорит, а я картошку жарю. По-настоящему запах лука, картошки. И тоже все не ели. Я думал, хоть бы пригласил нас тоже там завтракать. А мы за тобой, Володя. Поехали, поговорим. От неожиданности Мезис выронил нож. Ты, Володя, я знаю, зачем мы тебя забираем? И он сказал, да. Перепуганный Мезис рассказал, шофёра Карпова они вывезли в лес. Ещё живого. Может, не поздно. И его можно спасти. На окраину Риги мчалась милицейская машина. А вот и лес, недалеко от городской свалки. Сыщики сделали несколько шагов и наткнулись на тело шофёра. Не успели. Карпов был мёртв. Эти уникальные кадры были сделаны киногруппой МВД СССР. Отправить операторов в Ригу распорядился сам министр Щёлоков, чтобы документировать каждый шаг сыщик. Мало этого. Через несколько лет на основе этих драматических событий будет на студии МВД снят пропагандистский фильм. Примечательно, что в картине сыграет не только маститый Александр Пороховщиков, но и никому тогда неизвестный Фёдор Бондарчук. Это его первая роль в кино. Здорово. Товарищ, кто я? Вот он, молодой, с прекрасной шевелюрой и совсем не похожий на свой современный образ. Конечно, для красоты создатели приукрасили задержание главного бандита. его берут в результате увлекательной погони. Но вернёмся к нашей истории. На допросе Мезис признаётся. Именно Николай предложил напасть на инкассаторов. На каком языке вы желаете давать показания? На русском. Как родилась Мезис о совершении преступления? Мы с Красовским сидели дома пили, да? Мы пивали. Мол, есть у меня такой план, нет? Что можно иметь крупные суммы. Он говорил, что этот план он уже давно вынашивает. Красовский убедил Мезиса, ограбление пройдёт как по нотам. Не нужно бояться, всё под контролем. Что никаких заменок не будет. Они достанут много денег, никаких зацепок не будет. Мезис поверил Красовскому. И не сомневался. Его товарищ легко выдаст себя за водителя инкассаторской машины. Он настоящий актёр. После школы даже собирался в театральной. Но родители отговорили. К тому же Красовский сам работал в таксопарке. И отлично знал все тонкости инкассации. Перед глазами Мезиса замаячили купюры. Много купюр. Деньги, деньги, деньги. Конечно. Конечно. Я что-то никаких других мотивов вообще не просматривал. Нужно было занять место водителя инкассаторской машины. Ну а как это сделать? Вариант один. Узнать, кто поедет в банк. И убить водителя. Это Петерис Омолс. В 1974-м он был водителем рижского таксопарка. И чуть не стал жертвой Красовского. И он говорит, ты едешь в банк? Я говорю, да, еду в банк. Не надо будет тебе ехать в банк. Поедем сейчас рыбу возьмем. Однако Омолс предложение Красовского не принял. Четко помнил. Не имеет права изменять инкассаторский маршрут. И сажать в машину посторонних. И этим разозлил Красовского. Он рывал и металл. Он вышел из машины. Говорит, ну ты живучий хлопнул. У тебя не ушел. Не получилось с Омолсом. Значит, получится с Карповым. В тот день Красовский остановил его машину. Рассказал о своей беде. Дескать, нужно срочно в деревню. Там сын при смерти. А вот и знакомый доктор. Зовут Володя. Карпов не мог отказать другу. И согласился отвезти. Но за городом Красовский набросился на Карпова. Физически крепкий мужчина оказал сопротивление. И он открутил нападавшим Красовском палец. Одно звено вот это. Николай вырвал руку и крикнул меня, чтобы я его держал. Красовский взвыл от боли. И скомандовал Мезису. Добей, гада. Красовский едва не терял сознание от боли. Но отступать уже было невозможно. Машина захвачена. Впереди пешеный куш. Он перевязал покусанный палец носовым платком. А потом они отправились на маршрут. Мезис забрался в багажник. Красовский сел за руль. Увы, инкассаторы не догадались. Произошла подмена. Красовский собирался выпустить Мезиса, когда они доедут до конечной точки. Пока один инкассатор уйдет за деньгами, можно будет добить второго. Однако все пошло не по плану. Ему пришлось убивать инкассатора в одиночку. В тот день было холодно. А в багажнике совсем некомфортно. Мезис не заметил, что выронил паспорт. Была такая, может быть, и случайность. Она стоила Мезису свободы. Ему и в голову не могло прийти, что он так глупо проколется. А тем временем поиски Красовского не останавливались ни на минуту. И для этого было сделано все возможное. Власти обратились к простым гражданам с просьбой о помощи. Посредством телевидения. Милиция Латвийской СССР разыскивает особо опасного преступника. Красовский. Николай Федор Дайл. 1943 года рождения. Тех, кому известно что-либо о месте нахождения или передвижении Красовского, убедительно просим сообщить об этом в ближайшую милицию. В милицию то и дело звонили бдительные граждане. Однако эти сигналы не срабатывали. И убийца по-прежнему разгуливал на свободе. А где же он прячется? Скорее всего, скрывается у очередной любовницы. Но как ее найти? Мезис называет имя любовниц. Некая Ирена Бартель. Уже через полчаса у ее двери стояли оперативники. Но как попасть внутрь? Сыщики пошли на хитрость. В квартиру ломился взволнованный мужчина. Он кричал, прошу вас, откройте. На лестнице пожар. Никто даже подумать не мог. Испуганный сосед, переодетый милиционер. Девушка открыла дверь. Она никак не ожидала увидеть оперативников. Но где же Красовский? На столе два фужера с шампанским. В пепельнице недокуренная сигарета. Выяснилось, преступник ускользнул через черный ход, когда услышал шум на лестнице. И на этот раз удалось уйти. Лишь позже станет известно. Ирена Бартель действительно прекрасно знала. Она прячет убийцу. Но Ирена Бартель делала это не из-за большой любви. Красовский подарил ей пять тысяч замолчания. По всему городу курсировали милицейские патрули. В машине сидели не только оперативники, но и обязательно водитель таксопарка, который мог бы опознать Красовского в случае необходимости. И очень скоро такой случай представился. В тот вечер внимание инспектора угрозыска Николая Крамаренко привлек молодой человек в кожаной куртке. Капитан Крамаренко спросил у сидящего в машине шофера. Как думаешь, это Красовский? Но тот закачал головой. Нет, не он. Однако чутье подсказывало сыщику. Этого подозрительного человека отпускать нельзя. Крамаренко шагнул в сторону незнакомца. Ваши документы. Ну, Крамаренко вообще был такой боевой у нас офицером. Непугливый и ростом выше этого хлюпика. Ну, подошел, сказал, что ты задержан. Через несколько минут убийца был доставлен в управление внутренних дел города. Товарищ заместитель министра, разыскиваем и задерживаем. Его прятали любовницы, а он уходил от преследования. И он второго этажа, говорит, выпринял. Но однажды все-таки просчитался. Как судили самого известного грабителя Латвии? Чуть не потирало сознание, так и присела. Три дня в Риге. Окончание детективной истории, о которой снимали фильмы и писали роман. На допросах Красовский изворачивался и лгал. Пытался переложить вину на Мезис. Дескать, он организовал ограбление. И Красовский на Мезис указывал, что он главным образом убивал. Но экспертиза доказала. Отпечатки пальцев Красовского совпадают со следами, найденными на обрезке металлической трубы, которая обрушилась на голову инкассатора. Это был почти приговор. Убийца заговорил. В надежде на снисхождение суда. Так зачем Красовскому так нужны были деньги? Ответ лежал на поверхности. Хотел доказать жене и любовницам. В этой жизни я чего-то стою. Вам нравятся мужики при деньгах? Хорошо. Они будут у меня. Заходили там дружки, я как гляну, что на углах стоят, копейки собирают. Думаю, не дай бог, меня такая учащая ждет. Ну, со силами подойти, решим, или он, как говорится, отхватит. И отхватил. Нужно денег еще быстро добить и стратить. Похищенные деньги Красовский отвез в тайник на окраине города. Деньги спрятал под рамами там и спрыгнул здесь через чердачное окно. Скорее всего, он убил бы и своего подельника. Ведь делиться награбленным не собирался. А лишний свидетель – зачем он нужен? Крови Красовский не боялся. Ведь перед смертью его друг Карпов испытал настоящие мучения. Очень долго он мучился. Потом еще оказалось, он дышит. Еще надо его вилами кольнуть, проколоть. Вилами в сердце. Нечеловеческая жестокость. А рядом в протоколе допроса показания Красовского о том, как он мечтал уехать в деревню и писать сказки для детей. Когда с ним разговариваешь, тогда он такой ягненок, он такой нежненький, такой хорошенький. А еще он мечтал о славе. И ему это удалось. Об этих событиях даже фильм сняли. Правда, не на Мосфильме, а на студии МВД. Вот одно из последних интервью актера Александра Пороховщикова. Именно он сыграл героя, прототипом которого был генерал Кавальерис. Вот это убийство в 74-м году инказатов, это ЧП нерайонного масштаба, государственного масштаба. В реальных событиях Красовскому противостоит генерал Кавальерис. В фильме другая связка. Пороховщиков и начинающий в ту пору Федор Бондарчук. Образ сыщика, признается Пороховщиков, повлиял на его отношение к преступности в целом. В России раньше воровали, пасть открывали и свинец туда наливали. Замков не было, не знали, что есть замки. Примечательно. В кино убийцу задерживают через сутки. На самом деле Красовского арестовали спустя три дня после нападения. Но все равно это был рекордный по тем временам срок. 72 часа. Ровно. Есть опубликована статья, которая так называется. 72 часа напряженного труда. Тогда издавался такой вестник МВД для служебного пользования. Суд над Красовским и Мезисом длился недолго. Вся Рига следила за процессом. Зал Верховного суда не смог вместить всех желающих. Владимир Мезис не поднимает глаз. Что он скажет родным погибших в свое оправдание? Николай Красовский напротив ведет себя уверенно. Его не смущает присутствие матери в зале. А на вдову Карпова смотрит с каким-то превосходством. И вот последнее слово. Первым его произносит Мезис. Прошу, оставьте мою жизнь. Я бы хотел начать жизнь свою с самого начала. Но прожить ее только по-другому. Кажется, он искренне осознал свою вину. Красовский не испытывает угрызений совести. Говорит словно по бумажке. Без лишних эмоций. Если мне суд сочтет возможным оставить мне жизнь, я всю эту оставшуюся жизнь посвящу для того, чтобы смыть это позорное пятно в моей жизни. Суд приговаривает преступников к высшей мере наказания. Мать примерно, когда пригла зачитывали Красовскому, да, и чуть не потеряла сознание, так и присела. Жена Карпова очень. Я думаю, она вообще мало что понимала, что там происходит. Она на таком трансе была с вами. Красовский просит о помиловании. И пишет самому Брежневу. А копию отсылает к генералу Кавальерису. Просьба ему все-таки как-то похлопотать, помиловать, чтобы он мог осуществить свою мечту и писать книжки для детей. Однако убийце не суждено было сочинять сказки. Приговор оставили без изменений. А таксиста Карпова хоронил весь город, в том числе и его товарищи по работе. Все шли, не снимая палец. Это драматическая история. Впереди моих героев ждали новые уголовные тайны. Но об этом как-нибудь в другой раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова